Сегодня у мусульман второй день священного месяца Рамазан. Впереди целый месяц строгого поста, когда от рассвета до заката верующие отказывают себе в приеме пищи. Настоящее испытание силы и веры. Ведь вновь пост приходится на самое длинное время суток. Время от последнего приема пищи до разговения составляет более 19 часов. Специально для ифтаров обрядов разговерий только в Казани на территории мечести установили шатры, куда может прийти любой желающий на протяжении всего месяца. Один из таких расположился на территории Закабанной мечети. С каким настроением мусульмане встретили месяц Рамазан, расскажет Александр Сабирова. Ифтары объявляются открытыми. Шатер Рамазана готов принимать гостей. У повара Марата Фахруддинова и его команды ответственный период. Каждый день ему придется кормить не менее 200 гостей шатра. Меню строго халяль. Холодные закуски первые в чай. Мы предоставляем традиционные, это наша татарская кухня. Лапша домашняя с курицей, а зуб татарский. И салат с огурцами и помидорами. Ифтары, которые будут проводиться на территории мечети в течение всего месяца Рамазана, обещают быть насыщенными. Кроме проведения обряда разговения, здесь планируется проводить множество различных мероприятий. Каждую субботу приглашаем сюда детей-сирот. Это подшефный детский дом при мечети. Что касается национальных дней, дней республик, у нас программа предусмотрена 10 дней. Мы планируем, пригласили уже всех представителей, всех диаспор, традиционно исповедующих ислам. Двери праздничного шатра открыты для всех. Поздравить братьев-мусульман с началом священного месяца пришли и представители других религий. В многоконфессиональной республике так принято встречать праздники вместе. Мы его ждем с нетерпением несколько месяцев и стараемся теперь уже передать своим детям, привить своим детям. Вот сегодня тоже они подготовили свои стихотворения на открытие. Рамазанство строим, потому что есть возможность отдать долг Всевышнему, потому что Он даровал нам жизнь в этом мире. И потому что у нас есть возможность вести такую жизнь сытую и, можно сказать, довольную. Для верующих в месяц Рамазан самый священный по мусульманскому календарю каждый год отодвигается на 12 дней вперед. Поэтому в последние годы пост приходится на самые длинные дни и самые короткие ночи. Время от рассвета до заката, то есть от Сахара до завершения приема пищи и до Ифтара разговения составляет более 19 часов. Это не только воздержание от питья, воды и интимных отношений. Это, в первую очередь, работа над собой, работа над воспитанием своего эго. И только во время вот этого поста мы начинаем понимать, что такое кусочек хлеба, насколько ценен всего лишь глоток воды. Мы начинаем понимать положение тех людей, которые нуждаются в течение всего года. Соблюдение поста предписано каждому разумному совершеннолетнему мусульманину. Кто же не может держать пост по состоянию здоровья или в силу возраста, должен накормить бедных или заплатить милостынюю фидиам. В этом году его сумма установлена в размере 200 рублей. Завершает день поста намаз. Весь месяц Рамазан после разговения и обязательной ночной молитвой в детях будут читать таравых. Для этого специально в Казань приехали 29 турецких каранхафизов. Лисан Сабирова, Александр Лобанов, Столица.